здравствуйте добрый вечер о чем беседуете история политики религии экономики весь весь набор я тут просто сегодня попался один товарищ вредный сейчас вам скажу может быть его встречали сидит в такой дедушка с длинной седой бородой эзотерик такой ну про историю и вот какой я говорю ну давайте про период между двумя мировыми войн по беседу что там как это было ну что он товарищ преподнес сразу вот вы считаете вот была первая вторая мировая война а вот третье я говорю а что третье уже началась и вот у него одна единственная аналогия это он мне привел это вот смотрите россия напала на украину иначе вот этого считается начало третьей мировой я говорю ну вообще-то в каком году говорю это четырнадцатом говорит что за десять лет еще так никто и не сообразил что война мировая идет я говорю ну вообще-то а вот говорит а чего началась первая говорю ну формально говорю повод убийства эрцгерцога а так говорю противоречия с конца 19 века копились ну мировая потому и мировая что несколько стран официально объявили о вступлении войны а здесь официально даже в россии не объявила войну у нас даже здесь и свою вторая мировая также польша германия франция и англия объявили друг дружке войну поэтому она стала мировой поэтому она не то что мировая поэтому она просто война то что сейчас идет это ну это конфликт скажем так даже вооруженный конфликт да вооруженный конфликт я согласен но называть это войной целей войны нет задачи войны нет юридическое оформление войны и то нет а я согласен если украинцы воюют то где их комитет обороны почему существуют выборные органы власти почему вся страна не переведена на военные рельсы почему не разорванные все экономические особенно экономические взаимошения с россией хрен они газ качают так что войной не пахнет ну вот а он мне говорит ну вот же я говорю но вы понимаете были группы государств связанные взаимными договорами поэтому как только австро-венгрия выставила ультиматум сербии и объявила ей войну это автоматически уже подразумевало что связи с этими договорами взаимными между всеми это начнется мировая бой не к ней готовились но сейчас к ней тоже готовятся есть проблемы нерешенные между странами между блоками стран ну да но факт в том что сейчас просто духу не хватает кому-то взять и объявить войну как вот первую вторую мировую начало потому что это во первых приравнивается к самоубийству если раньше существовали экономические предпосылки то есть передел мира то сейчас переделать мир бесполезно то есть в принципе да бесполезно его переделать можно угробить но переделать уже так исторически сложилось что ну невозможно переделать попробовали из украины даже украину не могли не смогли присоединить к европе даже ее хотя перед этим пробовали грузию везти туда и украину ну стало прибалтики но они настолько скажем слабы что во-первых никакого веса не имеет а вот так содержит там на копейки содержит но они ну слушайте вот про прибалтику я как раз знаешь первых рук сам оттуда я как бы когда мне тут рассказывают про европейский выбор украины я всегда им говорю вот вам живой пример прибалтика которая уже в евросоюзе посмотрите где промышленность здесь сельское хозяйство и где население самое главное да 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 исторически так построено что скажем буфер вот этот промышленный буфер украина прибалтика и скажем беларусь могут работать только в одну сторону это брать дешевые ресурсы и продавать их на запад запад не даст ему никаких ресурсов да нет конечно если у них у самих есть ресурсов без ресурсов они вообще не конкурент никому им бы внутренний рынок обеспечить а говорить о какой-то внешней политике о каких-то внешних да их китай уже за пояс затыкает благодаря взаимоотношения с и русским ресурсом китай не не хочет ничего захватывать ему и так ресурсы эти отдают потому что ресурс имеет один способ о котором все забыли они постоянно возобновляются сколько лес не горит один хрен он назад растет происходит возобновление ресурсов и то что сказали что они исчерпаемы если бы они были исчерпаемы планета бы сдулась а закон сохранения гранит если в одном месте убыло то в другом прибыло вот и все на где-то читал не знаю насколько это верно что в принципе процессы образования нефти до сих пор продолжаются так если бы мы бы все выкачали мы добываем нефть каких-то 200 лет просто оказывается нефть постоянно но допустим почему в сибири много легких в сибири именно потому что нефть это процесс гниения продуктов не соприкасающийся с воздухом то есть она не разлагается она просто гниет тайга покрылась зеленью пришла зима лед лёг все это упал на дно и начало гнить все начинает попадать в поры в эти и образуется скажем нефтеносные слои Ходорковский на чём ему бабки-то сделал он отработанные скважины купил пошаманил и у него должен был идти мазут то есть пошла чистая нефть он её продал как мазут а выручил в Китае как за чистую нефть и всё и сделал свои миллионы на отработанных скважинах СССР ну купил технологии или ему кто-то подогнал ну он и технологии там применил обычно у нас был прямой метод бурения вот куда в окно а там был вертикальный и за счет вертикального вот эти вот они находили минимальную точку и туда врубались и скважина становилась более скажем так продуктивных чем ты ну нефть она же легче воды она вся наверху ну понятно ну это по диагонали грубо говоря бурили ну да да вертикальное бурение там эти скандинавы у них вещи ничего не было они вот бурили так он у нас применил и получил а по документам шло как мазут отработанная скважина где нефти нет есть вода и остатки нефтепродуктов а на самом деле шла чистейшая нефть ну а сейчас сейчас война сейчас территории не нужны никому то есть чтобы получать ресурсы не обязательно захватывать под себя территории ну это да но это разумные такие как китай а такие как ниже два способа конкуренции цивилизованный нет цивилизованный если чё ты не делал я сделаю лучше себя цивилизованный а не цивилизованный если чё будешь делать я тебе хату сожгу это не цивилизованный европейская культура такова что они как колониальная сторона применяли вот эти вот правила свои то есть уби не укради вот эти правила только внутри своего клана а вне они начинали диктовать условия и америка это самый такой проводник английской вот этой вот системы Англия когда была колонии море у нее было она жила за счет колонии она дышала колониями она обогащалась колонии когда пошла деколонизация Англия быстро сдулась а америка это одна из колоний которые попробовал проводить колониальную политику на современном этапе и начала совать свой нос везде и всюду оказалось что затраты на содержание колониальных инструментов в разы превышает доход америка просто не ну еще как вариант где-то тоже читал как это описывается старые деньги что старые деньги то в принципе это флорентийские вот эти вот дома может где-то еще что-то раньше и они кочевали пожалуйста вам флоренции ну италийские государства нидерланды опять же эти эти же деньги со временем перекочевали в Великобританию на тот момент в Англию они ее подняли да когда-то запахло жареным эти деньги перебрались в штаты совершенно верно как бы ни шла кровопролитной второй вторая мировая война но в Швейцарии никто пальцы не трогал почему потому что там были все деньги все деньги Европы в то время были в Швейцарии доллар еще ничего не значил а когда доллар перекочевал и Швейцария стала ну все равно банки то они оставили а банки швейцарские банки что там хранится нам обувы известно они до сих пор тайну вкладов не раскрывают ну с оговорочками с оговорочками да тайны тайны вкладов российских да ничьих ни Гитлера ни Сталина ни русских ни американцев да нет тут сейчас же сдают деньги олигархов же они сдали которые у них это если у вас есть решение суда давайте решим суда мы откроем а так как вы приходите да у нас может и царская корона лежит и все деньги царские но вы нам ничего не предъявили а у нас тайна вкладов мы не будем открывать ну скорее всего царские деньги в Англии лежат да они везде лежат да и царские деньги уже никому не нужны если мы ищем золото имеем золотые червонцы они ищут что-то значат а банкноты то уже все эти керемки они уже мусор дали не ну это понятно не я просто имею ввиду что очень много золота он уже заплатил Николай второй золото уже прекратило свое существование как всеобщий эквивалент товара с появлением сейчас уже перешли из бумажных банкнот на электронные деньги сейчас эти как их ну электронные деньги все эти криптовалюты и прочие биткоины криптовалюты ну херня всякая которая уже давно а золото ну че у нас сам большой золотой запас и че кому он нужен ты его жрать не будешь всем давай скажем средства повседневного спроса машины квартиры а золото че твое золото куда ты его денешь по брикушке какую-то надеюсь что раз пройдешь и то хорошо по башке не ну дорожать то оно все равно дорожает согласитесь да дорожает это рост цен рост цен выжен инфляция инфляция это игра финансового квартала вы не едите вот вы как ели бауку хлеба вы сто лет назад ели и не важно сколько она стоит все равно вы больше бауку хлеба не съедите а свистопляска цен это финансовые игрушки кстати когда финансовые игрушки доигрываются то валюта превращается в пыль все переходят на бартеры обмен натуральный и плюют на все эти деньги потому что деньги теряют свою скажем привлекательность как всеобщий эквивалент товара вот и все америка этого и боится что доллар просто скажут не она просто понимаете если кроме там золото да допустим существует еще как таковы природный ресурс еще раз говорю то есть спектр жизненно важный человеку богатством называется все что приносит человеку благо во главе стоит богатство хорошо кушать хорошо одеваться хорошо спать хорошо есть вот что нужно человеку а золото ты не будешь ехать золото используют как а ну такой не гниющий продукт то и почему не шла никак медь тоже использовали медь и серебро используют просто золото хранится оно не теряет своих свойств наиболее долго поэтому это вызвали вот именно золото вот на вес золота на самом деле свойства денег и бобровые шкурки имели и куньи шкурки тоже меняли как вместо денег ракушки все так не было не ну правильно просто это получается эквивалент определенного товара и все да то есть это это можно как мы когда-то в карты на спичке играли в детстве совершенно верно но у любого товара есть два эквивалента первый стоимостной а второй натуральный у любого товара даже проститутка она берет сто рублей за что за час у нее услуга час то есть она ее мерит в натуральном эквиваленте основной штука килограмм тонна литр баррель баррель это мера вот бочки то есть все что имеет денег обязательно имеет натуральный эквивалент так что это понятно вот а натуральный эквивалент как раз не двигаются они как был сто лет назад килограмм так и сейчас как был фунт так и сейчас остался есть семерные скажем эталоны того или иного но у денег у них есть одно свойство они универсальны то есть любой товар можно иметь но прессы они вообще нестабильны доллар вчера и доллар сегодня имеет совершенно разную покупательную способность так что используют два вот такой вопрос у меня есть ну вот смотрите допустим тут я тут в Европе так это сильно незаметно допустим смотрите вот в России вот эти скачки цен доллар упал поднялся скаканул вверх и все остальное прочее но я вот все время задаюсь вопросом уже я не помню сколько сколько лет никакие уе так называемые в России ко плате не принимаются только рубли ну да вот то есть по идее то простому человеку кроме того как поехать в отпуск и наменять мелких купить мелких долларов на чай пихать доллар в поседневной жизни вообще не упал нет согласитесь то есть получается что сейчас в России нужно смотреть грубо говоря если сравнивать там вот до скачка цен доллара примерно берем так сколько стоила булка хлеба при том что доллар стоил 70 и сколько стоит булка хлеба сейчас и вот это вот будет грубо говоря изменение цен реальных реальных индекс роста цен сравнивать не с аналогом а с прошлым правильно поэтому через доллар через доллар это то есть говорить что когда то там булка хлеба стоила 50 центов а сейчас стоит доллар просто вообще глупо ну глупо потому что это индексы два первый товарный индекс второй биржевой индекс с даемосной вот все привыкли к этой англичанской бирже где они там все меняли потом американские заимствовали но там на торгах зависит не реальная покупательная способность валюты в итоге торгов там очень спекулянты влияют а если мы возьмем товарный курс ну допустим мы берем бутылку водки в России бутылку водки в Америке сравниваем цены и приводим и находим соотношение между долларом и рублем то мы увидим совсем другие вообще курсы которые там допустим валютный курс 1 к 100 а там 10 долларов у нас 300 рублей у нас 1 к 30 всего лишь то есть там он более реальный ну ладно водка я считаю не такой удачный пример но я бы посчитал скажем киловатт энергии вот это по моему они считают считают средне взвешенную прожиточную корзину там еще круче считают они берут средне взвешенную прожиточную корзину и сколько здесь вот такое соотношение то есть там еда одежда обувь просто сложно считать почему потому что измерители все равно разные у нас литры там голубые у нас метры там мили ну ладно с Европой так можно посчитаться проще да и с Америки не ну получается тогда допустим просто киловатт любой ну смотрите ведь все и есть энергия да вот я все время когда про автомобили заходит разговор я объясняю такую свою точку зрения электромобиль дизельный бензиновый то есть мой мотор развивает мощность столько-то лошадиных сил то есть киловатт ну да и неважно откуда он взял эти киловатт из бензина с дизеля с розетки с солнечной батареи на крыше машины ну то есть существенной разницы нету где-то получился этот киловатт энергии то если в розетке то извините где-то все равно что-то сожгли грубо говоря то есть получается вот этот киловатт энергии любой вот это и есть грубо говоря такая универсальная единица во всем мире и оценить стоимость жизни а ну разве нельзя а а а а а ну подождите подождите опять же смотрите если у вас температуры постоянно плюсовые вам та же корова веса наберет больше да вам не нужно будет отапливать тот же коровник зимой ну знаете плюсы разные бывают вот допустим в Азии там плюсы там коров нет там верблюды не ну я примерно говорю я примерно говорю все хорошо в веру есть определенные скажем так географические и прочее с которыми бессильны ваши сравнения ну тогда получается надо смотреть грубо говоря тогда можно на все плюнуть и считать так если я работаю грубо говоря 40 часов в неделю и по результату мне хватает на жизнь на питание одежду для меня моей семьи крышу над головой при этом я не испытываю какой-то нужды острой в чем-то то я живу достаточно хорошо это счастлив не тот у кого денег много счастлив тот кому хватает чего вы одного что ли открыли это все знали ну жизнь человека делится на три фазы вот на три первая юность когда он живет мечтой вторая зрелость когда он живет реальностью и третья старость когда он живет воспоминаниями не все даже до второй доходят ему 70 он такой мечтой что со сверху понимаете помечтать не возбраняется если это жить не мешает ну так правильно но это еще не значит что должно отрываться от реальности соглашусь соглашусь это точно они украина цевропа и надо все ничего а блин слушайте это мрак когда человеку доказываешь на пальцах доказываешь зачем тебе это Европа блять вот зачем нет объясняешь я говорю объясни мне только один момент когда Украина была Азией украина была Азией почему она стала Европой ты в курсе что Москва в Европе куда тебе у них Европа заканчивалась раньше на польско-украинской границе теперь она сдвинулась на украинско-российскую у них в голове каша абсолютно и когда я его да и когда я его спрашиваю ну вот Европа говорю вот вам нужно Путин в ноги целовать благодаря ему вы с 22 года в этой Европе жить и работать можете ваш этот безвиз был ни о чем вы приезжали денег нет вас любой пограничник европейской страны мог просить покажи на что ты собрался здесь жить месяц из расчета там 55 по-моему евро на сутки на человека есть у тебя 55 евро на сутки есть где жить тогда ты проезжаешь если ты не можешь ему показать наличные банковскую счет что у тебя там есть деньги несмотря на весь безвиз тебя могли пинком нажат отправить они этого не понимают что их просто ну не ковыряли они им не нужны были ну бойтесь своих желаний они сбываются вот это вся западенщина вот эти карпаны они же изначально очень сложный регион он жив там горный район горный район как не поливаем вот там вот не вырастет там пшена не вырастет пшена нечем кормить рабочего нечем кормить рабочего не будет производства они горный район они жили только одним контрабандой и пока стояла пока они до сих пор есть живут пока стояла эта контрабанда они набивали карманы получили безвиз исчезла контрабанда и все все они остались не не ну я говорю что контрабанда там была есть и будет блять это что в российской империи если они умудрялись в советском союзе там контрабандой заниматься несмотря на границы такие жесткие там там начиная с 91 года я так понимаю была вообще казачья вольница там через границу ходил кто хочет куда хочет и ты как хочешь да 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 это было тем более у всех родня на той стороне таможники только и делали что существовали не за счет бюджета а за счет оттого как ну свои статьи на место и все все ну вот теперь с кружевными трюселями а нет ну Путину они спасибо почему-то не говорят я вот говорю вот вы теперь здесь можете официально устроиться на работу жилье получить статус вы живете здесь вас никто не гонит это все благодаря Путин я говорю у них у них одна проблема это Господь Бог который клял за тем что каждый упал хлеб со своим ароматом это нахер не надо ебухалявки где-нибудь они ж не работать в Европу ехали они пособие ехали в трех местах сейчас прикрыли сейчас именно это ну тут сделали единую базу но дело не в этом вот я знаю только одно вот сейчас по статистике в Германии вот две страны в Европе по-моему в Германии и Бельгии где очень высокие пособия для украинских беженцев но там очень мало украинских беженцев их просто туда не пускают не не в Бельгии достаточно вот если взять саму по себе Бельгию с ее населением да там хватает но дело не в этом здесь работает порядка 17-20 процентов в Польше где соответственно плюшек намного меньше их работает 70 процентов понимаете это первое второе когда говорят что вот эти там ну ладно тут так нельзя рассуждать я тоже так немножко делаю допущение на то что в основном приехали особенно в первой волне это вот мамаши с детьми там старики понятно что они тут по факту работать и не смогут но все равно но я знаю одну категорию которые работают из украинских беженцев в поте лица своего реально это как раз та самая прослойка ну я не знаю сколько их миллионов было на территории Украины это так называемые заробитчане они уже лет 20 как работают в России в Польше в Италии в Испании сейчас в Германии они как изначально ехали сюда на заработки началась война и они так получили бумажку немецкую эту карточку с параграфом что и опять продолжили работать но это уже понимаете это вот это вот я не знаю сколько их там наверное миллионов пять может шесть вот этих заробитчан которые постоянно куда-то ездили работать все остальные плевать и не хотели они все ищут какую-то схему чтобы вот где-то что-то вот урвать ну да да есть пролетарий есть еждивенцы всегда так было еще маркс писал что без класса общество невозможно поскольку помимо пролетариев и скажем правящего класса есть еще еждивенцы и никуда вы от них не денетесь но есть тунеядцы конечно своя прослойка то есть получить пособие при этом когда вот тут предлагаешь работать вопрос такой а если я пойду вот работать есть такая тут ставка базис называется там пятьсот тридцать евро пятьсот тридцать восемь евро в месяц тебе платится порядка ты должен работать порядка десяти часов в неделю от десяти там там как договоришься с работодателем но при этом у тебя урежается пособие но там ты выигрываешь что-то порядка двухста евро ты получать начинаешь больше но при этом ты должен работать и вот они когда это пересчитывают они говорят да ну нахрен двести евро мне того не стоит чтобы вот десять часов грубо говоря два дня по ну два раза по полдня сходить поработать в неделю мне это не нравится двести евро того не стоит это восемь четыре полных дня не нахрен я лучше буду сидеть на пособии один день неделю где-то пойду по черному у кого-то подработаю мне там заплатят наличными там за десять часов там скажем там по пятнадцать евро сто пятьдесят евро за день не кинут и у меня пособие все сохраняется я могу заработать таким образом порядка пятиста шестиста евро за один день неделю наличными то есть плюсик то налицо работать меньше получать больше а потом еще можно посылочку на родину отправить хотя я не понимаю зачем отправлять туда что-то я сейчас нам ну ладно это и сейчас это не актуально не ну так про войну опять же когда вопрос тут просто попалась тут одна такая подружка знакомая там через кого-то и вот она говорит я вот еду с ребенком в чернигов этим летом бабушку навестить а до этого говорила война у война вбамбливают вбамбливают ты или дура или у тебя войны там нету потому что если там война то только дура ребенка потащил а если там войны нету то ты просто навыст пиздишь так что ты там война или ты идиотка ответь мне и все потому что не один вариант не другой ей не нравится она пытается найти третий я говорю третьего варианта р Rio просто нет Или ты идиотка круглая тащишь ребенка, где его убить могут. Или ты просто врешь, 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 врешь и врешь. Я говорю, выбирай, что тебе больше нравится. И то, и то. Извеждаю. Давай. Потому что остальные беженцы, допустим, вот сейчас, которые недавно появились, вот с прошлого года, палестинцы. Потихоньку тут появляются. И они, правда, тут им трудно попасть. Не знаю почему, но палестинцы достаточно редкие гости. Там еще другие, где реально там война. Там в Сирии, когда приезжали. Они смотрят и говорят, это какая у них война идет, если они туда по два раза в отпуск в год ездят всей семьей. Я, говорит, в страшном сне не мог представить. Я сбежал, увез детей, жену, увез с Дамаска, с Иглиба, еще откуда-то там. Все в труху раздолбанно, говорит. У меня там магазин разбитый, мастерская у кого что было, я разговаривал с ним. Я, говорит, никогда в жизни туда не приеду, пока там не скажут, что все уже окончательно, последний выстрел прозвучал. Говорит, а тут ездят, говорит, туда-сюда, туда-сюда, полные автобусы, полные, блядь. Говорит, это, чем русский отличается от хохла? Русский прикидывается дураком, а хохол прикидывается умным. А хохол прикидывается русским, когда ему надо. Ну да, так-то так. Ясно. Ну ладно, спасибо за беседу. Вам так же. Я, кстати, вас видел, по-моему, парочке блогеров, да? Да, было-было. Разумовский вы фамилия. Спасибо вам большое. Очень приятно познакомиться было, всего доброго. Да, и, да, очень было приятно с вами беседовать. Всего хорошего. До свидания.